Да. Слава Богу! Друзья, приветствую всех! Слава Иисусу Христу, нашему Спасителю! Приветствую всех из Киева, с храма Каплицы Святого Иосифа. Храм Часовный Святого Иосифа Прекрасного. Здесь проходит молитва по субботам, и у нас время здесь 9-12 часов. А вот сразу с 12 часов по откровению такому от Господа, который имеет наша Церковь, вот в частности служение именно Ханука, этим очень прославилась уже, слава Богу. Вот, значит, и Любовь Давидовна Кушнир, и ей, священник нашего служения, Церкви нашей, имеет это откровение. Она уже делилась не раз уже этим откровением и в собрании церковном, и так вот в служениях разных. Вот, и сейчас мы начнем эту молитву. Благоставляем Израиль, благоставляем столицу еврейского возрожденного государства, город Иерусалим, благоставляем Киев, Украину, потому что вчера праздновался День независимости Украины, сегодня по праздниству, как вот принято говорить. И благоставляем всех вас, дорогие друзья, присоединяйтесь к этой молитве. И да, и запомните, что вот киевское время, оно одинаковое время с израильским, временем с иерусалимским, и вот с дворусским, получается, да, и вот с 12 до часа у нас молитва за Израиль. Молитва за Израиль. Я там все-таки выключу эту штуку, а то она очень сильно шумит. Вот, и в этой молитве, то есть присоединяйтесь, я не знаю, в каком часовом поле, если вы живете, но вот по иерусалимскому времени с 12 до часа время такой молитвы за Израиль. Это очень такая добрая инициатива, хорошая инициатива. Тем более, не просто это инициатива снизу, это инициатива еще сверху, потому что это откровение от Господа, Любовь Давидовна приняла, давно уже, уже не первый год. С 2000-го года. С 2000-го года. А, ну с самого начала, получается. С самого начала. Потому что я помню, в 2001 году как раз вот, об этом как раз и Геннадий был еще даже, вот рассуждали как раз вот, начало 2001-го года, в Нахловске мы уже тогда уже собирались. Мы думали, где нам собираться для такой молитвы, а Бог показал, это соединитесь в духе, это молитва согласия. То есть мы соединяемся в этой молитве со всеми, где бы вы ни находились, вы можете присоединиться с нами. С моим городом, в своей стране. Да. Мы, Бог нам показал, что вот молитва на инициативе языках, это очень сильная молитва, молитва в духе. И мы... Мы провозглашаем пророчества в Израиле, о спасении еврейского народа, высвобождаем в этой молитве. И к нам очень много уже людей присоединилось. То есть, слава Богу, что Бог показал, что это молитва в духе, потому что действительно эта молитва в духе, она не имеет ограничений ни во времени, ни в пространстве. Да. И это удобно, вот это время. Потом Бог подтвердил через других проповедников, что это как бы перманентная молитва, это время, когда вот удобное для других часовых полюсов. То есть, ну, да. Да, что мы вот с 12 до 1 часа это такое вот время, когда еще не там ни ночь, ни ранее утро, вот приемливое такое для молитвы время. Бог нам дал даже гимн для этой молитвы на мелодию Хатитквы, то есть гимна Израиля, и вот это для нас тоже гимн, и дал мне вот такие вот слова, это еще в 2004 году. Решили мы объединиться в полтень, в одно сыру солимом время. Дал наш Господь и час молитвы в тень за избранный народ нести нам время. Соединились Духом Божьи, Духом Божьи дети, что вопреки полуночным судьбеем согласились, как дети света молиться за спасение евреев. К нам подключайтесь, если можно, найдите час или пять минут. Соединитесь с нами в Духе Божьем, там, где преград и границ не существует. нам хатиква освящает путь, в сердце мы всегда ее храним, будем мы снова народом Божьим. На Сионе когда придет Ишуа, может и так. Да, вот это такой еще вариант. Послание такое распев. И потом мы поем, конечно же, оригинальный пепель. Давайте сподим, да, угроз. Сионе угасный священный огонь Будет стремиться еврейская душа, Будет стремиться к востоку на Сион, землю в отцов, чтоб Бог нам обещал, нам надежда освящает путь, мы две тысячи лет ее храним, будем снова народом свободным на Сионе в Иерусалиме. Будем снова народом свободным на Сионе в Иерусалиме. Аллилуйя! Боже, благослови Израиля, благослови Господь Иерусалим, пошли свой шалом, свой мир, Боже всемогущий, присоединяемся к этой инициативе, к этой молитве Божьей, и молимся сейчас за Израиля, молимся и о евреях, и тех, кто уже в земле Израиля, и тех, кто еще о Лиме совершает, и тех, кто еще раздумывает, размышляет, и даже о тех, кто еще не помышляет даже о Более, кто, казалось бы, уже ассимилировал, и как бы, и уже забыть забыл призвание Божье, но Боже смогущий, ты помнишь эти призвания, ты действительно, у тебя дары, призвания не приложены, и на основании слова твоего молю, Господь, пусть твое призвание осуществляется, Господь, несмотря, даже порой, на неверие человеческое, ты верил, ты верил, обещавший, благослови, Господь, и 70 лет назад, Боже, смогущий, твое чудо совершилось, Господь, образовался вновь, Израиль, еврейское государство, вновь образовалось, наперегор всему и вся, Боже, и это знак от тебя, свыше, Господь, тому, того, для всего человечества, Господь, что действительно, ты верен своим обетованиям, обещаниям своим, даже если люди и забывают эти обещания, даже если люди и не верны, ты остаешься верный своему слову, своим обещаниям, спасибо тебе, Господь, это действительно прекрасно, твое качество, верность, Боже, слава тебе, благодарю тебя, Господь, и ты говорил, что даже, и забудет ли дитя, мама, дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего, но даже если бы и она забыла, я бы не забуду, спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, царь вселенный, Боже всемогущий, благослови сегодня Иерусалим, и пусть действительно город мира будет этот город, Господь, городом твоего шалома, саляма, салима, Боже, пусть действительно город мира твоего сходящего свыше, Господь, будет этот город для всех народов, слава тебе, Господь, аминь, 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 христианам нам необходимо благословлять людей, свидетельствовать им об Иисусе Христе, и помнить местописание из римлянам 11 главы, 17 по 19 стих, и мало кто из христиан действительно понимает, что пришло время для спасения еврейского народа. Евреям очень трудно прийти Богу и принять христианскую веру, я знаю это по себе, потому что с детства я слышала о еврейских погромах в благословении православной церкви, у меня папа был латтеистом, мама, ну, наверное, боялась ходить в Синогуху, но она верила, и с детства она говорила, мы евреи, наш Бог Иегова, но не дай Бог вам настроить дочерей в нее переступить порог православного храма, потому что это зло для евреев, вот, потому что евреи так научены, что Иисус Христос это не наш Бог, и я действительно, действительно, когда слышала о том, что верят в Иисуса Христа, мне трудно было это принять, однажды мы были с мужем, уже дочка у нас была маленькая, в Москве, мы просто пошли на экскурсию в один из соборов, и дочка у меня сильно заболела, я вот так восприняла, что это действительно наказание Божье, что я переступила храм, потому что до этого я никогда, ну вот муж как-то сказал, ну давай мы просто на экскурсию пойдем, и дьявол вот таким вот образом еще больше меня отделил от христианской веры, вот, и все-таки Бог меня вел и давал мне разных людей, и однажды я просто обратилась к Богу и сказала, Господи, я не понимаю, если Иисус Христос был с евреей, почему же мой народ не принимает, Бог милостивый стал мне давать людей, открывать мне через разных людей, ну я думаю, я искренне вот так просто помолилась, и сказала, Господь, я не понимаю, объясни мне, почему, почему вот евреи не принимают, если это действительно как бы вера иудеев, вера еврейская, Иисус Христов был евреев, и однажды даже Бог допустил такую ситуацию, что я с язвой желудка была в больнице, и там была православная девушка, и у меня сестра двоюродная за отделением, а та девушка, ну как бы тоже по протекции, потому что ее вот сестра во Христе, она там старшая медсестра, мне некуда было деваться, она, я поняла, была рожденная свыше, христианка, это православная девушка, то есть она сильно действительно отличалась от других православных христиан, которых я знала сильно, таких религиозных, она говорила, что Бог совершает чудеса, и она первая, кто, ну, когда узнал, что я, узнала, что я еврейка, она хорошо ко мне отнеслась, потому что обычно, когда люди узнавали, что я еврейка, они начинали плохо ко мне относиться, а она даже обрадовала, говорит, вы еврейка, вы из Божьего народа, это очень сильно меня коснулось, и то, что она говорила о Боге, это совсем по-другому уже выглядело, и вот именно через эту девушку Бог открыл мне вот путь ко спасению, ну, я думаю, что, наверное, я должна отдать долг православным, людям служить и как православным, и вот... Пусть все православные будут такими светлыми, не тёмными, а светлыми, как-то девушка, которая не повнушалась, не сказала, ах, мы там евреи, там такие, мы рассказывали нашего Иисуса Христа, как обычно слышишь, так вот, вот, а то вот она отнеслась по-хорошему, по-любому, именно показала мне истинно, кто такие евреи, что это народ Божий, кто такой Иисус, это спаситель, который умер ради меня, и сейчас я благословляю каждого еврея, каждую еврейскую семью, чтобы Бог открылся каждому, как Он мне открылся, чтобы Бог коснулся каждому, чтобы каждому Бог дал делателей, как вот мне он дал эту верующую девушку, у Бога для каждого есть делатели, я прошу тебя, Дух Святой, просто пошли делатели, каждому, чтобы открылось это сердце, чтобы евреи действительно, они познали Творца, потому что многие евреи, они остаются атеистами, и они даже не задумываются, не смотрят на эту природу, и не задумываются, кто ее сотворил, что это действительно Творец, Бог Израиля, Бог, который не стеснялся называть себя Богом еврейского народа, Он говорил, я Господь Бог евреев, и пусть Дух Святой откроет им это, также я прошу, Дух Святой, открой им Иисуса Христа, потому что Он сказал, я пришел на Ипача к погибшему овцам Израиля, Он не стеснялся говорить, что Он пришел в первую очередь для спасения еврейского народа, Он даже не хотел говорить с язычницей, которая шла за Ним, и настаивала, Он сказал, я послал Бога к погибшему овцам Израиля, но народ Израиля до сих пор это не понимает и не принимает своего мессию, Дух Святой, я прошу Тебя, открой им Христа, потому что Он говорит, я стою и стучу, он стучится каждый день, но сердце их закрыто, и я прошу Тебя, Дух Святой, открывай эти сердца, открывай, и пусть они станут плотяными, а не каменными, пусть они станут мягкими для того, чтобы открыться и пустить Дух Святой, пустить Слово Божие, пустить истину о Боге, истину о еврейском народе, истину о Мессии, истину о Марии, которая удостоена была чести, носить в себе спасителя. Вот, и поэтому я прошу Тебя, Господь, спасай, спасай еврейский народ, я прошу Тебя, благослови все какие-то мессианские служения в общинах, в церквях, и наше служение, служение Хама, православное, мессианское, межкорфессиональное служение Хамагу, чтобы мы умножались, чтобы приходили люди открытые для того, чтобы служить евреям, кто понимает, что действительно евреям трудно, что надо найти к ним этот ключик, чтобы не было страха Божьего перед Иисусом, перед христианской верой. Также я прошу Тебя, благослови ортодоксальных евреев, Синагоев, всех приходов Синагоев, раввинов, чтобы и они открыли, и они в первую очередь приняли мессию, которого они до сих пор ждут и не понимают, что он уже пришел, и что мессия еврейского народа, Машех, которого они ждут, он уже пришел, вот и придет второй раз уже для суда. Сейчас есть реальное время, реальная возможность принять Его спасителем, принять Его искупителем, и раввином, и тем, которые еще пока ходят в синагогу и не признают этой истины. Благослови еврейские школы, которые у нас здесь есть, еврейские детские садики, благослови, особенно я тебя прошу, атеистов, которые вообще не познали еще Бога, откроем, благослови, я тебя прошу, евреев, которые ходят в православные храмы, которые приняли православие, приняли христианство, особенно их благослови, благослови Господь, и тебя благодарю за то, что ты открыл.